Здравствуйте, уважаемые слышатели! Сегодня я расскажу вам о электронно-клавишном синтезаторе. Это демократичный современный мультитембральный инструмент для творчества, а именно для игры, аранжировки, композиции, импровизации и звукорежиссерского сочинения виртуальных звуков. Современный синтезатор интересует многих преподавателей. Для этого в БГПУ имени Мефтахидина Акмулы мы проводим на кафедре музыкального и хореографического образования курсы повышения квалификации и переподготовки по обучению игре на электронно-клавишном синтезаторе. Обучающиеся учителя музыкальных и общеобразовательных школ и детских садов приходят к нам получить знания и развить свои умения и навыки управления универсальным электронным инструментом. Этот инструмент и простой, и сложный одновременно, так как он заставляет в процессе творческой интерпретации музыки вдумываться, мыслить звуками и образами, внимательнее слушаться в исполняемое звучание, анализировать звук, заниматься композицией, варьированием музыки. Синтезатор позволяет охватить множество жанрово-музыкальных и стилевых направлений классики, джаза, рока и фольклора, использовать необычные виртуальные и этнические народные инструменты. Также он позволяет научить детей разным формам исполнительства, играть и сольно, и в ансамбли на двух, трех, четырех синтезаторах, и даже на одном синтезаторе в четыре руки, что часто применяется с начинающими и младшими школьниками. Электронная аранжировка является прекрасным способом для знакомства детей в первую очередь с классическим репертуаром музыки и основными танцевальными, старинными инструментальными жанрами, выступающими базовым средством для развития музыкального искусства на протяжении многих исторических этапов. Поэтому нельзя его воспринимать как инструмент только для эстрадной развлекательной музыки. Так, к примеру, итальянская песенка из детского альбома Петра Ильича Черковского, которую вы сейчас услышите, позволяет научиться исполнять электронную аранжировку в красочном сопровождении инструментального ансамбля. Музыка 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 Второй вид инструментального жанра марш на примере марша деревянных солдатиков Петра Ильича Черковского из этого же альбома поможет научить ребенка исполнять музыку с красочной инструментовкой и записанными мелодическими подголосками. Музыка 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 Меланхоличный вальс 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 С помощью дополнения мелодий Различными подголосками В виде украшений Арпеджио В виде записанных мелодий В банке мультипэдов А также в виде записанного Предварительного трека В секвенсор синтезатора Давайте послушаем Меланхоличный вальс Меланхоличный вальс Меланхоличный вальс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Настроенных музыкальных параметров и пресетов, которые познакомят слушателей с разными группами инструментов симфонического оркестра. Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Если грамотно выбрать нужный, более подходящий вариант начала произведения, как это сделано в пьесе башкирского композитора Рафаила Касимова. Звучит мелодический этюд. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок «Клоуны» композитора Дмитрия Борисовича Кобалевского, которая эффектно может прозвучать с помощью переключения ножной педалью предварительно выбранных из запрограммированных звуковых банков с миксными сочетаниями разных тембров в сопровождении автоаккомпанемента. Продолжение следует... Как мы с вами увидели, электронно-клавишный синтезатор открывает большие возможности для интересного изучения музыкального искусства детьми и выявления у них музыкально-творческих дарований. А для учителей музыки этот электронно-клавишный инструмент подходит для творческой самореализации, самообразования и профессионального роста, так как электронный инструментарий постоянно обновляется, появляются все более новые модификации синтезаторов и рабочих станций, более сложных синтезаторов. Уважаемые слушатели, благодарю вас за внимание. Спасибо также участникам наших курсов повышения квалификации, исполнителей сегодняшних музыкальных номеров, а также пожелаю всем творческих начинаний и успехов в постижении электронно-творческого музицирования.